Привет, с вами Ксения и это Ксю ТВ. В этом видео я хочу рассказать о хулиганской коллекции Rebel от марки China Glaze. Марка любима многими и это неудивительно, поскольку их лаки отличаются не только хорошим качеством, но и актуальностью цветовых решений в каждой коллекции. Так как Rebel коллекция осенняя, цвета в ней по большому счету подобраны не яркие, а приглушенные. Как раз как я люблю, ношу такие независимо от сезона. Если вы тоже предпочитаете немного сдержанные оттенки, то это видео будет полезным при просмотре в любое время года. Всего лака в коллекции 12. Мой лакодомик обрел 7 новых жильцов. 6 из них пришли в этих чудесных коробочках. Девочки такие девочки, вот казалось бы просто упаковка, а нет. Нам важно, чтобы все было красиво как снаружи, так и внутри. Начнем мы с самого популярного лака в коллекции. Светло-голубой перламутр с нежно-золотым шиммером. Имеет настолько явный золотой розовый отлив, что лак можно причислить к категории легких дуохромов. По консистенции жидкий, однако двух слоев в целом будет достаточно. Даже если нанести 3, жемчужное свечение делает лак легким, невесомым и по ощущениям полупрозрачным. Замечательное свойство. Видимо, за это лак так и полюбился лакомодницам. Следующий лак, помимо привлекательного цвета, имеет не менее привлекательное название. Это серо-коричневый металлик с искрящимся розовым шиммером. Два слоя вполне достаточно для полного покрытия. Единственный лак, который я еще не использовала в дизайнах. Все остальные так или иначе уже приняли участие в моем инстаграме. Обязательно покажу дизайны ближе к концу видео. Мне кажется, эти красавцы хорошо будут смотреться в паре. А это главный герой сегодняшнего видео. Содержит мелкие блестки синего, голубого и светло-зеленого оттенков. Все вместе это светящийся изнутри матовый лак насыщенного и глубокого синего цвета. Я, мягко говоря, не мастер в покрасе. Этот лак, как и другие матовые, довольно быстро схватывается. Но, как оказалось, его таки можно задумчиво наносить, а иногда даже корректировать и после высыхания. Рада такому лаку в своей коллекции. Для плотного покрытия достаточно одного слоя. В основе сегодняшнего дизайна будет именно этот лак. Вы, наверное, подумали, при наличии матовых топов, зачем покупать матовые лаки. Я тоже так думала. Ровно до того момента, пока не покрыла одним таким топом этого красавца. Просто для сравнения. Нет. Такого потрясающего бархатного, но при этом сияющего финиша и такого ровного с помощью топа добиться не получилось. Переходим к следующей обновке. Производитель описывает лак, как космический синий с многочисленным зеленым и голубым шиммером. Описание вполне соответствует. Несмотря на отсутствие привычной в лаках с упоминанием космоса голографии, он действительно космический. Даже один слой уже довольно плотен. Второй накрывает шиммер, придавая лаку глубину и легкий эффект аквариума. Эффект многократно усилится, если покрыть лак топом. И еще один лак в синих тонах. Ничего не могу с собой поделать. Я фанат синих. Хотя, наверное, проще будет сказать, чего я не фанат. Это припыленная сине-зеленая эмаль с насыщенным глянцем. Замечательная смесь сине-зеленого. Баланс сильно смещен в сторону синего. Как раз, как я люблю. Плотное покрытие обеспечивается двумя слоями. А вот и лак в праздник. Фейерверк из мелких блесток синего, голубого и светло-зеленого оттенков. Вообще замечательно, когда в коллекции есть что-то такое блестящее и хорошо сочетающееся. С большинством лаков из нее. Такой лак очень пригодится в дизайнах. В качестве акцента или каких-то деталей. Да и в целом, для придания большей эффектности. Эту сферкалочку можно использовать в один слой. Как декоративное покрытие или как основное в 2-3 слоя. Здесь нанесено в 2. Осталось показать седьмой лак кораллово-красный с золотым шиммером. Недавно использовала его в дизайне. Лак очень послушный и удобный в нанесении. Не затекает, даже если близко подбираться кисточкой к кутикуле. Разравнивается и довольно быстро сохнет. Два слоя и покрытие абсолютно непрозрачное. Вообще вся коллекция получилась удачной. Как по цветовым сочетаниям, так и по техническим свойствам. Пришло время показать ее в действии. В этом дизайне использовалось сразу два чайничка. Красный и матовый синий. Который на сей раз пошел под топ. Меня порадовало в этой паре то, что сочетание именно этих оттенков синего и красного часто используется. Например в одежде. Особенно в клетчатом варианте. А вот в этом дизайне было задействовано аж 4 лака из коллекции. В основе тот самый космический синий. Для градиентных гор понадобилась подмога из этих двух лаков. Витраж также задействовал 3 лака из коллекции. И тут не обошлось без блеска. Вообще это моя первая попытка что-то самостоятельно нарисовать на ногтях. И гордиться мне особо нечем. Разве что смелостью, ведь этот дизайн создавался для конкурса и в отпуске. То есть вдали от моего лакового и стемпингового арсенала. Однако лаки China Glaze я все-таки прихватила и не прогадала. Осталось создать дизайн вместе с вами. Ногти уже подготовлены. В этом видео я решила не удалять плохие дубли. Мне кажется будет полезно показать пример неправильного подбора красок для стемпинга. А этот вариант как раз такой. Плитки от Moe London Arabesque. Поначалу все выглядит отлично. Рисунок снят. Раскрашиваем. Покрываем топом. Подложку и прикладываем лаковый трафарет. Разровнять лучше всего штампом для стемпинга с большой и мягкой подушкой. Вот все получилось. И по центру, и без складок, и рисунок не смазан. Но в итоге все сливается. Нет четких границ. Зато есть ощущение грязи. А все почему? Потому что неправильно подобраны цвета. Кстати, излишки с боков можно подрезать ребром скрапера. Итак, начнем сначала. Под синий лак China Glaze идеально подходит краска Connacht S23 Royal Purple. И белая Connacht S01 White. А вот бронзовый Connacht мы заменим на агрессивный золотой коррозон. Дальше все как в первый раз. Раскрашивать можно кисточкой или дотсом. Чаще дотсом намного удобнее. А если еще взять его меньшего диаметра, то совсем хорошо. И главное у меня есть такой, но у него ручка розового цвета. Голубая в кадре лучше смотрится. Я же говорю, девочки. Реверсивный стемпинг на прозрачном штампе хорош тем, что перевернув штамп, можно увидеть лицевую сторону рисунка. И дорисовать там, где остались просветы. Это тот тип золотого, который обычно все стараются избегать. Но я считаю, что нет плохих цветов. Есть плохой пример их применения. Всему свое место и все зависит от сочетания. Сегодняшний дизайн тому доказательство. Совсем другое дело. Даже на заготовке видно, что все на этот раз получилось. С белым фоном картинка стала завершенной. Но до финальной композиции еще далеко. Приступаем ко второму типу реверсивной заготовки. Белая краска и золотая краска. После того, как топ подсох, очень важно обрезать все лишнее. Моя цель сохранить матовость синего лака. Но при этом сделать сам стемпинг глянцевым. Одного круга хватит на два ногтя. Если заготовка не высохла до конца, то она будет достаточно липкой, чтобы приклеиться. Но для надежности лучше все-таки еще раз покрыть ее топом, не выходя за края рисунка. Обычно топом покрывается подложка. Но у нас цель сохранить матовость. Так что такой вариант не очень подходит. Убираем лишнее. Почти готово. Осталось покрыть топом стемпинговую часть, не задевая матовую. На правой руке я попробовала полностью матовый вариант. Не понравилось. Дизайн готов. Рада, когда получается то, что запланировано. Хоть и не с первого раза. Очень довольна результатом. Как и замечательной коллекцией лаков. Надеюсь, что и вам понравится дизайн. А обзор будет полезным. Спасибо, что не забываете. Буду рада пообщаться в комментариях. Потому оставляйте их. Это важно. И подписывайтесь. Это тоже важно. С вами была Ксения. До встречи на Ксютове. Субтитры подогнал «Симон»